В этом вся суть вопроса, который в наше время столь актуален. Это вопрос о том, можно ли отдавать части земли Израиля, или же это преступление. Это вопрос, который вне всяких сомнений будет приобретать все большую важность. Этот вопрос не просто расколет Израиль, не просто разделит Израиль как таковой, но также разделит и лагерь Торы. Есть такая точка зрения на проблему отдачи земли. То есть нет большой разницы между отдачей земли и шабатом или йом-ки-пуром. Эта аргументация доходит до того, что утверждается, будто есть только три основных запрета, которые нельзя нарушать вплоть до смерти. Служение другим богам, сексуальное извращение и убийство. Остальные законы, если возникает угроза жизни, можно нарушить. Например, если возникает угроза для жизни еврея, то он обязан нарушить шабат. Если на йом-ки-пур еврей очень болен, и врач считает, что он должен есть, то он должен есть. Аргументация такова, что если даже такие важные заповеди, как шабат и йом-ки-пур, можно нарушить из-за угрозы жизни, то тем более, если отдача земли принесет мир и спасет жизни, можно и нужно отдать эту землю, потому что она менее ценна, чем даже жизнь одного еврея. Этот аргумент приводит многие-многие раввины. Я считаю, что этот аргумент неверен. И я объясню, почему. Речь идет не просто о важной заповеди или разделе Торы, но о крайне острой теме. Это очень острая тема. Вокруг этой темы в Израиле может начаться гражданская война. Вокруг этой темы может произойти серьезнейший раскол в лагере приверженцев Торы. И важно очень точно понимать, что представляет собой еврейский закон. Где, почему, что и как.